Про маленькие хитрости расскажу. Вот, к примеру, устанавливаем соединение. Вот соединение установили, такая информационная панель вылезает. Соединение разорвали, тоже вылазит информационная панель. Чтобы её не было, ну, допустим, мне она нафиг не нужна, то есть, как бы, это вот уже, чтобы она не вылазила, там, не оповещала, что где работает, что да как, то есть, её можно отключить. Заходите в донат и, как бы, отключаем. Здесь, кстати, у нас стоит время, сколько вы держиваете этой панельки, то есть, там, 10 секунд на месяц торчать, либо, там, 1 секунду, либо, там, минуту. В общем, выключаем её. Далее, новость, если не хотим получать, тоже ставим галочку. Ну, закрываем. Рассказать ещё про панель фаервола. Здесь, эта панель, для того, чтобы, ну, сюда можно закидывать программу, которую мы будем отсюда запускать. Ну, это, во-первых, для удобства. Во-вторых, здесь другая функция. Мы положили эту программу, мы можем её здесь заблокировать фаерволом и также, там, открыть доступ для фаервола. Вот, видите, зелёная, такая, зелёная оболочка, допустим, эта программа у нас заблокирована фаерволом. То есть, если у нас не будет интернета по SSH, вот, ну, и не будет включён прокси-феер, то M-ремота, ну, как бы, в интернет выходить не будет. Она исключительно настроена на то, чтобы работать в интернете через SSH. Просто для чего она здесь, я её поставил, но в этой программе, к сожалению, по дефолту нет настроек, где можно прописать прокси. Вот, ну, зато здесь можно использовать её всегда и всегда не бояться, что, там, к примеру, заходя на Dedic, вы, там, покажете, там, свой реальный IP. Так, что ещё можно сказать? По Optimum зайдём. В Options, ну, здесь понятно, это при подключении к SSH включаем, компрессор отключаем. Ну, как хотите, так используйте. Выбор языка. Вот, панель фаервола. То есть, её можно убрать. Панель фаервола, вот, её нету. Также можно её обратно поставить. Так, ну, это не было SSH. Здесь, в принципе, эти функции я уже раскатывал. Так, авторан, это, получается, программа у нас будет загружена, то есть, программа MessageWinds будет загружена и будет соединена. Time, AutoTime. AutoTime переводит ваш компьютер полностью на время, то время, которое установлено на SSH сервере. То есть, ну, это автоматический режим, как бы, подключились, оно перевело компьютер в режим времени SSH. Отключились, обратно вернулось. Настраивается так. Здесь, вот, здесь вот мы указываем настоящее местоположение, где мы находим, где наш компьютер находится, какое время, точнее, не то, что, где мы находимся, а какое время мы постоянно хотим видеть, ну, на самом компьютере для возврата. То есть, здесь устанавливаем, да, допустим, там Москва, Санкт-Петербург, вот здесь мы находимся, тут живем. Ну, вот. Нажимаем галочку, ну, и когда мы соединяемся с сервером, ну, например, Франция, вот у нас сейчас время у нас на данный момент 23.10. Соединились. Сейчас. Время у нас поменялось. 21.11 считала. И регион у нас тоже поменялся, мы находимся, как бы, во Франции. Все. Нажали стоп. Как видно, время вернулось в прежние параметры. Все. 23.11. Так. Кинущая функция. Ну, настройки проксифера. Это у нас протектор включен. Чтобы продолжить настройки, его надо включить. Настройки проксифера. То есть, у нас полное проксирование. Здесь мы, допустим, хотим определенные файлы проксировать. В этой настройке мы проксируем так же полностью все кроме, допустим, кроме каких-то определенных файлов. То есть, ну, также добавляем их. То есть, настройки вот такие. На этом, наверное, все. Если что-то забыл, постараюсь добавить. Если что, спрашивайте. Всегда готов там помочь, объяснить, обращайтесь по контактам. Вот, пожалуйста. Если что-то непонятно, попытаюсь объяснить. Все. Продолжение следует...